Доброе пятничное утро, страна! Здравствуй, республика! Сегодня 19 апреля, и это утро вместе с вами встречают Владислав Гресь и Татьяна Аврамогла. Сегодня есть замечательные праздники, сегодня день велосипеда. Это значит, что его нужно достать из гаража, либо с балкона, где он у вас хранится, протереть, накачать колеса, да и отправиться в какое-то мини-путешествие. Ну, посмотреть на погоду и ровно вернуть обратно на балкон, потому что, учитывая прогноз на эти дни... Сегодня еще день путешествующей улыбки. Ох ты! Ну, это вот с улыбкой в дождь нужно ехать и радоваться, и все, вперед на велосипеде. Ну что, зря доставал, чтобы велосипед так уж и быть. Ну что, друзья, сегодня на самом деле очень насыщенная у нас эфира. По традиции будет вопрос доктора. Обсудим тему непереносимости молочных продуктов. Очень важная, актуальная тема. Кроме того, сделаем для вас анонс, крутой анонс с настоящими аккордеонистами. К нам придут в студию и расскажут о предстоящем концерте, который уже будет на следующей неделе. Поэтому не переключайтесь, будет красиво и будет музыкально. Также отправимся в хай-тек, посмотрим, что какие там новинки есть, предложим вам. И, конечно же, расскажем про гороскоп, много разных новостей. В общем, будьте с нами, не переключайтесь. В это воскресенье пройдет театральный цирковой спектакль «Алиса в стране чудес» от создателей «Он и она». Как знаешь, вот прям фильмы начинаешь смотреть, когда от создателей, там, аватара. И ты сразу, о, интересно. И вот это тоже интересно. Вот, вот, и сразу такая, ну сразу стоит, конечно же, хочется посмотреть, что же это такое. Да, ну здесь вспомним, давайте, цирковое шоу «Он и она». Авторы, семья из Бендер, цирковые артисты Анастасия и Сергей Хохряковы, которые в нашей студии также показывали, рассказывали о своем творчестве и говорили об этом проекте «Он и она». Многие зрители побывали в Бендерах, смотрели с удовольствием. Ну и сейчас, вот, во Дворце Республики готовится новое шоу «Алиса в стране чудес». Это будет такое шоу совместно с цирковыми номерами, красивыми для любого возраста. То есть это не только детское шоу. Вот, ну а сейчас Анастасия и Сергей находятся в Барселоне. Да, покоряют другие миры, другие страны. Да, на гастролях, конечно, работают, но и, конечно, параллельно готовят и другие проекты. Вот о них, об этом мы сегодня и говорим. В новом цирковом шоу участвуют артисты из Приднестровья и Кишинева. Мы побывали на репетиции наших артистов, посмотрели, что они там интересного готовят. Давайте посмотрим сюжет. Ну а вы пока покупаете билеты, чтобы прийти и сказать «Вау!». Вести на протяжении всего спектакля, что там Алиса, и вот чтобы все поняли, что Алиса там. Не могу сказать. Не могу. У меня почти получилось. Почти, почти. Почти, 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 да. Вместе с Алисой погружаемся в ее удивительный мир. Покажут его 25 профессионалов. Артисты цирка, театра, воздушные гимнасты, танцоры. Все они объединились, чтобы создать яркую историю. Бендеры – это Степан и Екатерина. Вместе не только на сцене, но и в жизни. Больше 15 лет разделяют искусство цирковых номеров и репетируют тоже вместе. У нас разные жанры, поэтому мы как бы друг друга, можно сказать, не пересекаемся по жанрам. Она работает воздушно, и обруча я жондирую, поэтому мы как бы по жанрам не пересекаемся, поэтому нам легко и просто. Он – Джокер, она – прообраз Красной Королевы. Есть и эпизодические номера. Все это в цирковом формате. Одна моя роль – это как приближенная к Красной Королеве. То есть яркая, активная, импульсивная, зажигающая. А вот уже в кольце – как бы более такая пластичная, нежная, воздушная. Моя роль в кольце – это как звездочка для Алисы. Вот как Луна, она смотрит в небо и представляет звездочку, а там я летаю. Тяжелые выбрали элементы, и как вообще создавался спектакль, вот этот вот процесс, когда вы находили трюки какие-то, возможно, номера. Нам предоставили музыку, и просто под музыку, чтобы уложились элементы. В одной части он более такой веселый, играет с Алисой, в другой части он уже как бы переворачивается, приходит на сторону зла. Сказка, она как бы для всех, и для детей, и для взрослых будет очень интересно посмотреть. И там очень яркие выступления, яркие артисты, танцоры, грабаты. Работают над постановкой пять человек. Хореографы, режиссеры, постановщики. Шоу создавали полгода. Спектакль уже побывал на гастролях в Австрии и в Швейцарии. Сейчас последние репетиции, и уже в это воскресенье всех ждут во Дворце Республики. Возвращаясь к первым, к нашим проектам, это «Он и она», это спектакль о любви, спектакль о нас. Хотелось уже чего-то более такого драйвового, интересного и всеобъемлющего по возрастным ограничениям. То есть это спектакль, он и не детский, и не взрослый. Мы давно хотели о своем проекте, о своем продакшн-агентстве, которое будет создавать спектакли, чтобы эти спектакли гастролировали. Это уже спектакль не только где «Он и она», это спектакль, где участвует 25 артистов с большим международным опытом. Любой член нашей команды — это артист действительно с большим уровнем своих навыков. И опыта, потому что в этот проект у нас есть опыт, например, в своих навыках, в организации спектакля. Но когда это уже большой, 90 минут идет спектакль, для этого нужна еще больше команда. Красная Королева и ее карточные слуги — шляпник, чеширский кот и кролик. А вот кроликов будет очень много — около 20. Исфера наша не такая большая, как все думают. Все друг друга знают. Да, но обычно это происходит сперва так. Мы как бы звоним, там вот у нас есть Галина, Дмитрий, вот Дмитрий наш постановщик, режиссер. И мы ему звоним, Дмитрий, у нас есть такая идея, там нужно срочно сделать спектакль. И он такой, что? За сколько времени? За месяц, за два? Сережа, мне реально. Я говорю, надо. Работаем. Все немножко сначала в это не верят, а потом постепенно начинают вкладываться, вкладываться, работать, много работать, очень много работать, репетировать, проводить кастинг. Потому что, да, сначала сделали кастинг, на котором мы собрали артистов, танцоров. Да, артистов мы привлекли максимальное количество наших приднестровских в этот проект. Завлекли только ребята из Приднестрова, да, цирковые? Да. Когда вы с артистами другими не знакомы, вы когда с ними как-то создаете свое дело, это уже переходит во что-то такое близкое, как будто вы уже родные. А как будто мы знаем уже очень давно, как будто вместе с ними ездили, дружили с детства. Мы приезжаем друг к другу, то они к нам, то мы к ним, и есть общие репетиции. А так все порознь. Каждый со своим жанром и танцоры там на месте. Как вы попали в этот спектакль? Позвонил Сережа с Настей, сказали, не хотите ли принять участие в спектакле. Мы такие, ну давайте попробуем. Это классный опыт, потому что тебе нужно не просто выйти от работы в свой номер, а сделать это с какой-то ролью. Это уже интереснее чем. Это классический, просто чуть-чуть другое направление, всегда классно что-то делать новое. Итак, Тирасполь, Дворец Республики, начало 15.00. А теперь анонс на следующую неделю, когда вы в последний раз видели ансамбль аккордеонистов. Вот это можно сделать на следующей неделе, 24 апреля. Ну не только увидеть, но еще услышать легендарные хиты. Ну и на самом деле и сегодня тоже в Рыбнице. Но обо всем по порядку мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии Валентин Чубан, руководитель ансамбля аккордеонистов, заслуженный деятель искусств Приднестровья и участница ансамбля аккордеонистов, Фестлана Глаголевская. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рада вас встречать. Вы с инструментом, значит, будет сегодня музыкальный в нашей студии. Но давайте обо всем по порядку. Знаем, что у вас настоящий такой концертный марафон. Вы выступаете в разных городах. Приднестровье уже побывали и в Дубосарах, и в Днестровске. И сегодня Рыбница на очереди. Вот делитесь, расскажите, чего ждать. Сейчас скажешь, ну вы, в принципе, все сказали. Это действительно так. Ансамбль аккордеонистов «Импрессия» в этом году приготовил определенную программу, в которой музыка будет звучать в жанре эстрадной музыки. Будет звучать в произведении композиторов французского композитора, аргентийского, итальянского композитора Роберто Ди Марина. Хочется отметить, что произведение его, трехчастный концерт, будет являться премьерой в этом году. Мы будем его исполнять впервые. Поэтому надеемся, что публике очень понравится эта музыка, так как она пропитана жанром и стилем немножечко французской музыки, немножко аргентинской музыки. То есть этот композитор-современник, он сейчас пишет музыку еще, и мы для себя открыли его вот такую вот интересную музыку, и хотим поделиться с нашей публикой. На самом деле, мне кажется, ансамбль аккордеонистов – это что-то уникальное. Наверное, не так много в мире таких ансамблей, и он у нас есть в Приднестровье. Мне кажется, этим как минимум нужно гордиться и рассказывать о ваших концертах. Расскажите о вашем ансамбле. Я на самом деле была удивлена, когда узнала, что у вас несколько девушек в ансамбле. Вот Светлана, в их числе… Почему удивилась? Потому что аккордеон слишком много весит? Возможно, да. Вот расскажите, как вы попали в этот ансамбль? Почему именно аккордеон? У нас много девушек в ансамбле. Так. Пять? Да? Пять. Пять девушек в ансамбле, да. Инструмент тяжелый, конечно. Сколько весит? Ну, килограмм 12-13, наверное, весит. Прилично такая гиря. При этом мы всегда стараемся выйти на сцену на каблуках. Ничего себе. Чтобы это было красиво и эстетично. А почему вы выбрали именно аккордеон? То есть, когда вы пошли в музыкальную школу и посмотрели скрипка. Так, нет флейта, нет аккордеон. Давайте вот сюда. То, что нужно. Я вообще начинала с вокала, но моей маме очень нравился сам инструмент, звучание инструмента. И мне, в принципе, тоже потом очень понравился. Я ни разу не пожалела, что я занимаюсь, что я играю на этом инструменте и получаю большое удовольствие. В общем, то есть, мама сделала себе, чтобы дома был концерт. Да. Организовала. С какими сложностями девушки сталкиваются во время выступления? Вот туфли, я не знаю, может, комфорт, не комфорт. Знаете? Удобно, ну, в этом плане. Очень хочется иногда красиво одеться. Платья, например. Например, в платье, как выходят пианисты, струнники, да, они красивое платье всегда оденут обязательно, там, какую-то красивую прическу сделают. Вот. У нас это, к сожалению, не позволяет. Платье вообще, в принципе, ну, можно, но это будет очень неудобно. Надо очень длинное платье. Да, в пол, чтобы было. Ну, да. Ну, это трудно. Еще плюс физически, конечно, нагрузка. Ну, да. Концерт сколько длится по времени? Ну, приблизительно час 15-20 минут концерт решит. И то есть, вот все это время нужно... Все время, да, будет звучать музыка, да. Играть. Ну, вот сегодня в Рыбнице во сколько начало, где будет? В 15.00 в городе Рыбница будет проходить концерт в детской музыкальной школе Юрины Гагарина. То есть, все желающие могут прийти? Да, конечно. Это отлично. Но вот сегодня в Рыбнице, а на следующей неделе большой концерт во дворце Республики. То есть, такой концертный марафон продолжается. И вот добрались, как говорится, уже до Тирасполя, до главной сцены Республики. Ну, расскажите, как там будет? Что будет уже 24 апреля? То же самое, все. Либо же что-то будете добавлять? Нет, немножечко репертуара дополняется, потому что это действительно большой концерт. Для нас очень значимый концерт. Потому что могут прийти все жители и гости нашей республики, жители нашего города Тирасполя. И мы выходим на большую сцену, на большой объем слушателей и приготовили дополнительные еще произведения, которые будут развиваться по динамике, по нарастающей. Будет немножечко сюрпризов для тоже слушателей. Мы раскрывать не будем их. Приходите, да? Лучше. Да, приходите, да, увидите и услышите своими глазами и ушами. Хочется еще немножечко сказать об ансамбле. Вот вы спрашивали о нашем ансамбле. Действительно, не так много ансамблей таких, где включены именно в основном аккордеоны. Но вот в нашем соседнем недалеко городе Кищеневе есть известный ансамбль «Концертина» называется. Они тоже приблизительно человек 10 в составе. Также включен в состав у них и ударная установка, и бас, и рояль. В нашем тоже в составе будет рояль. Да. И ударная установка. И партию бас исполняет электроаккордеон. Новый мы недавно приобрели. И вот поэтому, в принципе, состав очень гармоничный, самодостаточный. И хочется сказать, что ансамбль именно аккордеонистов, он, в принципе, в практической деятельности существует. И в учебном процессе также. Во всех музыкальных училищах и институтах, и консерваториях есть в учебном процессе такой состав оркестра, вот где все аккордеоны. Почему? Потому что достаточно самодостаточный инструмент, многофункциональный. В нем есть много регистров. Это такие кнопочки, где переключается, да, и меняется диапазон мелодической линии. Таким образом мы можем в пределах шести октав использовать звуки. И мы так располагаемся в нашем составе ансамбля, где каждый исполняет свою партию. Есть первые, вторые, третьи, четвертые аккордеоны. И они заменяют роль состава какого-то большого оркестра, там, где есть функциональное значение, исполнять, к примеру, педаль, исполнять фигурацию, контрапункты, вставки. То есть это уже архитровое звучание. И благодаря тому, что он еще у нас четырехголосный инструмент, то есть у него еще есть высокие тембры, там, пикколо, средние, подражаемый настоящим инструментам. Там скрипки, фаготу, там, какие-то подобные инструменты. Оркестр на месте. Да, в принципе, это как бы оркестровое звучание. Плюс еще левая у нас рука исполняет басовую линию, аккомпанемент. Так. Вот, и мы как бы самодостаточный инструмент. Почему и сам инструмент один может выходить на сцену, в принципе, и играть, да, в отличие от какого-то сольного инструмента. Здорово. Слана, а вы на какой позиции? Я исполняю партию вторую. Второй аккордеон. Да, второй аккордеон. Ну, приезжай. Первая, я вторая скрипка. Да, так можно сказать. Ну, когда вы играете, я так понимаю, что здесь, ну, у кого-то, ну, кто-то правша, да, и кто-то работает одной рукой, но двумя, и делать это одновременно, и еще, ну, расскажите вот об особенностях работы. Люди, амбидекстры, у которых работают и права, и левая полушаря, одинаково, то есть все координация, да, рук, ну, скажем так, и работа пальцев. Ну, это, ну, сложно, наверное, поэтому такая профессия одна из самых длинных по времени обучения, одна из самых длинных, потому что врачи и музыканты учатся самое долго. Если считать музыкальную школу, пять лет, пять лет, четыре года среднее образование, пять лет выше образования еще, это уже почти 15, да, 14, и еще, если мастерат, вот мы заканчивали тоже, Светлана Павловна, в Кичневе, это еще два года. В принципе, это, грубо говоря, жизнь. Да, что мы только учимся. Конечно, можно еще дальше идти, ну, там уже докторские какие-то, да, может, ну, уже там больше надо заниматься творчеством в плане написания методических каких-то работ, но мы больше практики, мы исполняем, и, наверное, еще дополню к нашему ансамблю, что когда-то создавался наш ансамбль на базе трио, мы троем играли, Светлана была сразу со мной в команде, третий исполнитель сейчас уехал, он не с нами, и тоже назывались мы импрессио, то есть это было наше создание ансамбля, наверное, уже лет 10, можно сказать, не так существуем, но маленьким составом, а сейчас мы расширились, вот, и на подобии архестров. Но при этом трио отдельно тоже существует. Да, безусловно, да. Мы будем тоже троем играть, пару произведений, вначале мы будем играть троем. Но еще, кстати, на следующей неделе, Вечер памяти Вячеслава Гордея, знаем, вы также будете там участвовать, кроме того, вы ученик. Да, как с гордостью. Да, для нас это... Вы преподаете, вы еще в его кабинете. Расскажите вот о том, каким был Вячеслав Гордея, потому что вот заслуженный деятель искусств, конечно, это великий педагог, великий человек, музыкант в первую очередь. И вот расскажите о нем, каким он был преподавателем. Вячеслав Гордея – это выдающийся педагог, учитель с большой буквы, композитор нашей республики. Он воспитал огромную плеяду замечательных музыкантов. И примечательно то, что в этом составе нашего ансамбля в основном, буквально только, может быть, два человека, не являлись его выпускниками. В основном это все его воспитанники. Да, Светлана также является его выпускницей и я. Все мы обучались у него. Ну, этот человек, я не знаю, его знала вся республика, потому что его деятельность трудовая затрагивала все сферы. То есть он был в основном, конечно, преподавателем в Институте искусств города Тирасполя. Но помимо этого он всегда писал музыку. У него есть много своей музыки и много обработок, аранжировок для различных составов. И таким образом его музыка звучала в разных коллективах республики, не только города. И в Рыбнице, и во всех городах, и в самодеятельных коллективах. Их для хора он писал, и для симфонического, особенно для военного духового оркестра. Очень много написано музыки. И мы помним, всегда чтим, с уважением относимся к его личности, к его труду. И раз мы уже затронули его личность, хочется отметить, что именно 24 апреля является дата, когда, ну, 5 лет, как не стало с нами Вячеслава Гордея, и мы в этот день, как бы, вот, концерт... Память, да, о вашем учителье. Будут исполняться какие-то его произведения именно 24-го? Да, мы включили в программу именно его произведения, как раз в этот такой день памятный. Ну, вот хочется поговорить о нем как о человеке, как о педагоге. Знаем, многие вот ученики рассказывали, что он был очень чутким, что всегда спрашивал учеников, как у него дела, не только в профессиональной деятельности, но и в личной, и еще тоже вот допоздна оставался вместе с учениками в институте. Вот расскажите, вот, вспоминания, какие-то личные истории. Какие-то личные истории, да. Я хочу сказать, что нам очень повезло, что мы попали в период жизни такого человека, замечательного, доброго, отзывчивого, он на уроках всегда мог расположить к себе. Вот, даже если ты приходишь уставший какой-то, вот, он всегда мог налить чашечку кофе, сказать, давай мы с тобой сразу отдохнем немного, а потом сядем заниматься. Всегда приходил на помощь, даже когда мы уже работаем, работали вместе, я всегда обращалась к нему, наверное, не только я, за каким-то советом. То есть был такой тыл, к которому вы могли обратиться. Да, да, когда его не стало, нам было какое-то время даже очень непривычно. Что всегда был рядом, да? Да, отец на кафедре. Да. А вот мы знаем, что у вас на кафедре есть ноты, его написанные вручную. Используете? Архив, конечно, мы в репертуаре сейчас используем его произведения, вот как раз написанные личной рукой, рукописные, еще мы храним, и будем еще, и там много произведений, которые мы будем исполнять на протяжении, наверное, всей жизни. Очень здорово. Потому что его музыка очень интересная, разнообразная, необычная. И вообще личность такая выдающаяся, Вячеслав Горзей, он сочетал в себе интересные качества, такие как строгость, очень серьезный человек, статный. Мы всегда даже с какой-то степенью с боязнью к нему подходили, потому что от него веяло таким, знаете, строгостью и сосредоточенностью. Очень грамотный, умный человек, и в связи с этим уважение огромное к человеку. Но наравне с этим он был открытый, добродушный, вот помимо работы. То есть если мы работаем, мы включаемся в работу, там требовательность все, мы мокрые выходили из потеха всегда. Ну неудивительно. Прямо реально мокрый, просто выходишь с урока, уставший. И причем урок не длится по времени, а так как пока не закончим нужную какую-то работу. То есть это задерживалось всегда. И было очень любознательно, интересно на уроке, потому что сам Вячеслав Александрович брал с собой тоже баян, он баянист был. И во время работы он тоже подыгрывал, поддерживал, заряжал нас, зажигал и вдохновлял на какие-то моменты творческие. Да, здорово на самом деле, поэтому память обучителя, она важна. Мы сейчас все его воспитанники, стараемся продолжать его дело, так как сам Вячеслав Александрович тоже был исполнителем. У них было легендарное трио. Южное трио. Южное трио, да, баянистов, которое просуществовало 17 лет, которые они играли вместе и ездили по странам СССР, тогда СНГ. Вы тогда взяли пример, да? Ну да, мы трио тоже начали, потому что репертуар был написан для трио, много произведений было создано, мы пытались на базе этого начинать, тоже какие-то произведения его играть. И таким образом мы продолжаем его традиции. И в первую очередь хочется популяризировать наш инструмент, потому что он очень красивый, он очень красочный на звук, очень мелодичный, и, к сожалению, в последнее время почему-то тенденция, не хотят заниматься на этом инструменте детки. Вот как-то такие времена, наверное, тяжелые, связанные с разными, да, может быть, вопросами. Как вы думаете, гаджеты, да, вот, может быть, уходят. Сейчас легче здесь что-то сделать, и уже музыка вот. Ну, я, наверное, отмечу так, что вся молодежь, наверное, стала меньше трудиться, а здесь нужно огромный труд вкладывать. Именно самостоятельные работы, ежедневные, минимум три часа в день должен заниматься музыкантом. Это минимально, не вставая с инструмента. Каждый день. Вот, поэтому, ну, студенты или ученики сейчас... Слана, у вас там мышцы, наверное, то есть по три часа в день это шоу. Ну, так, чтобы заниматься, это нужно влюбиться в инструмент. Да. Но мне кажется, что вот этот инструмент, он, ну, супердушевный. Когда человек садится, вот это, знаете, как душа раскрывается. Да, так говорят. Вот, ну, это же как раз про кардион. А знаете, почему так говорят? И почему такое вот впечатление у вас образовалось? Потому что достоинство нашего инструмента в том, что у него есть этот мех, который открывается, и мы можем управлять звуком. Вот это очень важно, потому что в отличие... Ну, и не хочу, конечно, инструменты какие-то там... Не, не буду, наверное, называть инструменты, это некорректно. Вот, но есть инструменты, которых невозможно звуком филировать, да, то есть его как-то раздувать или, ну, убирать звук, да. Вот, а у нас вот как раз позволяет очень тонко чувствовать крещендо, дименэндо, вот это вот нюансы все, и плюс акценты сделать, да, то есть резкую музыку. Вот в нашем репертуаре сейчас в концерте включена музыка вся, в основном, аргентинского, я сказал, композитора Пиацоло, очень известный истор Пиацоло. И его музыка вся темпераментная, танго, да, известный танец. Да. А вот даже трудно представить себе, наверное, танец танго без аккордеона. Они как-то дополняют друг друга. Да, я смотрела концерт, и это просто невероятно, невероятно на аккордеоне. Ни на чем другом так не получается. И вот эта вся акцентировка, игра стремительных каких-то пассажей, вот тремоло мехом, все эти приемы позволяют наш инструмент сделать, и, наверное, поэтому мы его так очень любим, хоть он, скажем, тяжелый физически, но душой мы наслаждаемся, когда мы занимаемся. Я предлагаю немного прерваться, потому что это Таняш, уже этот... Да, извините, у меня тоже включается. Я предлагаю немного прерваться, потому что наш корреспондент побывал у вас на репетиции, мы посмотрели, как вы готовитесь к концерту предстоящему. Давайте посмотрим, но позже вернемся к беседе. Ловкие движения пальцев, ритмичные постукивания и экспрессия. Во дворце республики звучит танго и времена года. Ансамбль аккордеонистов «Импрессия» готовит новую программу. На сцене 13 человек. Ударный аккордеон фортепиано. В программе произведения аргентинского, итальянского, французского и пренестровского композиторов. Всего 9 произведений. От итальянской лирики до аргентинской страсти. Из почерно-белых клавиш зазвучит музыка Ришара Гальяна, Астера Пьяцола, Роберто Димарина и приднестровского композитора Вячеслава Гордея. Это наш педагог, человек с большой буквы, наш кумир, можно сказать, благодаря которому все зрители услышат звучание аккордеона. Почти все участники ансамбля являются его выпускниками. Для нас это огромная гордость продолжать его дело. Это академически эстрадная музыка. Концерт уже услышали в Дубосарах и Днестровске. Сегодня рыбница. На следующей неделе главная сцена столицы. Мы играем больше для себя, выступаем иногда в разных городах республики для того, чтобы пропагандировать наш инструмент аккордеон, потому что наш инструмент аккордеон, в принципе, он очень самодостаточный, он гармоничный, потому что он является многотембровым инструментом и многофункциональный, потому что может в себе заключать сразу исполнение и мелодической линии, и компанемента, и басовой линии. Партия соло у Валентина. Он и сделал аранжировку для концерта. Программу готовили полгода. Музыка итальянского композитора. Концерт Роберто Ди Марина самый сложный, потому что по времени он очень большой, трехчастный, и требовал очень много кропотливой работы для того, чтобы правильно распределить функции оркестровые и учить специфику стиля. Работа над акцентами, над штрихами, вот такая вот работа требовалась большого периода, но мы старались. Концерт пройдет 24 апреля в 18.00. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте билет.пмр. Ну и давайте анонсировать все концерты. Сейчас, сегодня, Рыбница, 15.00, мы уже отметили. 24 апреля, Дворец Республики, ваш большой концерт всего ансамбля. И 26-го вы тоже будете участвовать. Во сколько концерт? 18.00. Вот, собственно, следующая неделя распределена, нужно приходить и обязательно смотреть, и влюбляться в этот инструмент, как это сделали вы. Большое вам спасибо. Ну а прямо сейчас, друзья, небольшой отрывок для вас сыграют наши гости Валентин Чубан, Светлана Глагулевская. Будем слушать красивую музыку. Будем получать впечатления невероятные и уже готовы наслаждаться. Буквально отбивка и поехали. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переходим к овнам, пожалуйста. О, ну видите, как технология. Гороскоп обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой. Впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вам вполне подойдут. Ну, учитывая эту погоду последние дни, то, скорее всего, вот он, тот самый отдых, который нужен. Телец может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода. Он будет незаметно дергать за незримые ниточки, и чтобы получить нужный результат. Так что будьте внимательны. Близнецы. Близнецов для вас день разгребания завалов. Даже если это не было предусмотрено, их расписанием ситуация, скорее всего, сложится так, что им придется хоть бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим чем-то окажется рабочий стол. А может быть, близнецам пришла пора разложить по полочкам свои идеи и планы. Если они у тебя вот в хаотичном порядке, то будь любезна, пожалуйста, приберись. Собери, собери, да. Сегодня на раков свалится мешок с деньгами. Да, возможно, он будет не таким уж и большим, но точно приятным. Вообще, в этот день вы можете рассчитывать на выгоду во всем. Главное – заметить ее. Я считаю, просто какой-то идеальный день у раков. А вот у львов что? Сегодня львы могут встретить невероятных людей, которые в будущем станут близкими друзьями. Так что знакомьтесь охотнее. Гороскоп на сегодня для знака льва советует пройтись по магазинам, купить что-то приятное и красивое. Ну, вперед. Ну, вперед. Подружитесь сегодня с раками. Вот у них там мешок с деньгами, у вас желание. И вместе пойдите и потратите этот мешок на себя. Сегодня Дея вам придется переступать через свои принципы и идеалы. Это будет безболезненно, но все же очень важно. В ответ вам придут новые возможности. Гороскоп на сегодня для знака Дея вы советует воспользоваться всеми шансами. Это здорово поменяет вашу жизнь. Сегодня весам стоит капельку отдохнуть, сходить в крутое место или позарядиться энергией от природы. В любом случае порелаксировать и провести время классно. Также гороскоп на сегодня для знака весов советует позвать или согласиться на свидание. Правильно, соглашайтесь. Сегодня скорпионам помогут во всем разговоры. Они наконец-то поймут, как добраться до своих целей, в какую сторону двигаться. Можно немного пофлиртовать. Это поможет не только в личной жизни, но и в карьере. Вот, опять же, соединяем с весами скорпионов и создавайте семью. Флиртуйте на здоровье. Сегодня стрельцам противопоказано быть таким серьезными. Нужно больше шутить, веселиться. Вы обязательно заразите своим настроением всех вокруг, а это принесет неплохие предложения. Гороскоп на сегодня для знака стрельца советует планировать уже свой отпуск. Если вы еще этого не сделали, чего вы медлите? Пора. Сегодня козерогам противопоказано браться за что-то новое. Лучше заниматься чем? На чем вы собаку съели? Как раз в этих делах вас ждет крутой успех. Гороскоп на сегодня советует общаться с домашними больше. Они сейчас могут дать вам важную пищу для ума. Вот так. Сегодня водолеям не стоит держать свои мысли внутри. Лучше высказывайте все, что вас беспокоит. Поверьте, люди прислушаются и отношения станут только крепче. Ну, куда уж крепче. Так, рыбы лучше позвать на помощь друзей. Ведь с ними вы куда быстрее разделаетесь с задачами. Гороскоп на сегодня для знака рыб советует исполнять свои желания. И сейчас это поможет вам сама Вселенная. Главное, ну, проложите путь до звезд, так скажем, до этой Вселенной. Ну, все. Все, гороскоп. Вот он, гороскоп завершился. Ну, а наш эфир продолжается. И продолжается проект Первого Приднестровского совместно с представительством Приднестровья в России. Память сквозь поколения. Суть проекта в том, что приднестровцы в России рассказывают о своих героях, родственниках в Великой Отечественной войне. И вот новые истории, новые факты. Давайте послушаем и посмотрим. Зовут меня Харченко Максим. Я кандидат исторических наук, доцент, начальник отдела международного сотрудничества Института международных экономических связей города Москва. И живу, соответственно, в Москве уже с 2011 года. Беларусь. Недалеко от деревни Глина, Слобода, мемориал в память о советских воинах. В списке погибших старший сержант Иван Дмитриевич Козлов. Это прадед Максима Харченко. Родился в 1907. В годы войны освобождал Украину и Беларусь. Погиб 26 ноября 43-го. Могилу удалось отыскать всего несколько лет назад. Там такая, знаете, территория для Беларуси, ну, леса, довольно дремучие белорусские леса. И есть там такое селение, оно называется Глинная Слободка. Вот недалеко от этого селения в боях он погиб и был похоронен. Первоначальное его место захоронения в братской могиле, где-то полтора километра севернее этой Глинной Слободки. У Максима Харченко еще три прадеда воевали на фронте. Абрам Рашкован, один из них, родом из Дубасар, еврей. Семью перевез в Саратовскую область в начале войны. Повезло, ведь в конце июля 41-го в Дубасары фашисты сгоняли всех евреев, женщин, стариков и детей. В городе было гетто. Прадед в 42-м году из Саратовской области попал в стрелковый полк. Погиб. Где и когда, точно неизвестно. По документам у нас нет данных, когда именно он погиб. Но, опять же, после войны к его жене, к моей прабабушке, приехал сослуживец, который привез его котелок и каску. И сообщил, что он погиб при... И он был сапером и погиб при регулировании моста, где-то вот в районе Сталинграда. Самая интересная история, которая, на мой взгляд, тянет на экранизацию, именно, знаете, о Холокосте. Это история твоей родной сестры, моей бабушки, которая попала в Дубасарское гетто вместе со своими родственниками. Ее звали Бетя. На руках годовалая дочь. Выжить в гетто шансов не было. Жители окрестных сел иногда приносили хлеб и перебрасывали его через забор с колючей проволокой. И вот одна из этих женщин из окрестных сел, которая приходила туда, она увидела на руках вот у природной сестры, моей бабушки, увидела ребенка и жестами показала ей, что она готова взять этого ребенка, если она сможет передать для того, чтобы спасти эту девочку. И вот родственники этой женщины, ее звали Бетя, они скинулись, как говорится, у кого что было, у кого-то золотое кольцо, у кого-то золотая цепочка, вплоть до золотых зубов, которые выдергивали. И им удалось подкупить совсем молодого солдата румынского, который ходил по внешнему периметру этого забора, который охранял внешний периметр. Им удалось его подкупить этим золотом. И в какой-то момент, когда нужно было передать ребенка, он просто отвернулся от забора в противоположную сторону, как бы того места, где они стояли. И она через колючую проволоку перекидывала свою дочку, вот эту годовалую, перебрасывала ее через забор. А с той стороны вот эта женщина ловила девочку, и она ее поймала и унесла ее к себе в село. В 45-м тетя Бетя приехала забрать дочку, но отдавать ребенка женщина отказалась. В документах поменяла имя и фамилию девочки. Для того, чтобы снова быть со своим ребенком, ей банально пришлось воровать своего же ребенка. У этой женщины, они вместе с родственниками, они кто-кто пережил, вот кто помогал ей, они потом бежали в Тирасполь, переезжали как бы в Тирасполь, там с изменениями документов, с изменениями данных, для того, чтобы не нашли, не обвинили в воровстве своего же ребенка. Праздник Максима Харченко, Федор Лысенко, погиб в самом начале войны. В 41-м на его плот упала авиабомба. Это было на Днепре. Лысенко Федор Матвеевич, он родился в 1902 году на территории Украинской ССР, в Сумской области, в селе Самараевка. Он был красноармейцем тоже, погиб, он числится в архивах, он как пропавший без вести. Начнем с этого. Но по воспоминаниям моей бабушки, после окончания войны, к ним приехал сослуживец ее отца, который рассказал, что погиб буквально в самом начале войны. Он погиб либо от этой авиационной бомбы, либо утонул. Дочь Федора Лысенко, бабушка Анна, пережила оккупацию на Украине вместе с матерью, братьями и сестрой. В деревне Юркино некоторые жители сотрудничали с фашистами. И она рассказывает, что когда началась вот эта принудительная мобилизация для этапирования в Германию на принудительные работы, ее двух старших братьев, Георгия и Ивана, их внесли в этот список, значит, от села, кого нужно было отправить на принудительные работы. Но по ходу движения им удалось вскрыть замок, которым был закрыт, закрыта дверь вагона, и на ходу выпрыгнуть из поезда. Они спрыгнули с поезда, и в течение нескольких недель пешком обратно по ночам добирались к себе в село. Жить дома в открытую нельзя. Братьев прятали в сарае и сене. Ночью один из них вышел покурить, и его увидел полицай, один из местных сельчан, который пришел к моей прабабушке и сказал, что он видел, что в сарае скрываются ее сыновья, и если она их добровольно не выдаст, то он придет с обыском, то есть он сообщит в немецкую администрацию. Но, естественно, их никто не выдал, и он сообщил в администрацию, к ним пришла вот эта вот команда немецкая, полицаев. У них был такой огромный длинный стальной шомпол, которым они протыкали стены. Знаете, вот когда при проверках телег показывают? И он сидел вот за этими стенными дверками закрытыми, и шомпол проткнул практически в миллиметре от сапога. Последний прадедушка, Харченко Иван Никитич, он 1898 года рождение, родился он в Краснодарском крае, в Гулькевическом районе. Он был потомок казачьего рода, регистровый кубанский казак, и ушел на войну. Он был призван в 1941 году. В июле 1942 года, будучи стрелком 905-го стрелкового полка, он был объявлен пропавшим без вести. Его жена потом после войны пыталась его искать, но найти каких-то следов, где он погиб, где он захоронен, опять же, не было возможности. Личные истории, воспоминания и подвиги героев войны в преддверии Дня Победы в совместном проекте представительства Приднестровья в Москве и Первого Приднестровского телеканала. Давно мы не попадали на прием к доктору, и, наконец-то, это случилось. У нас в студии Наталья Донсу. Рубрика «Вопрос к доктору». Доброе утро. Доктор у нас в студии, и мы рады бесконечно. Наша рубрика продолжается, и вот сегодня очень актуальная тема. Пожалуй, касается многих. Вот давайте озвучу этот вопрос. Доктор, расскажите, почему, когда я отказалась от молочки, стало легче с животом и прошли, наконец-то, высыпания на коже. В общем, будем говорить про молочку, ту самую грозную. Про молочную продукцию. Да, действительно, молочная продукция – это такое вот молоко, это такой неоднозначный продукт, безусловно, это полезный продукт, потому что дети до года растут у нас именно на молоке, на грудном молоке. Но с возрастом, конечно же, ситуация меняется. Многие люди после употребления молока чувствуют урчание в животе, вздутие, некоторые чувствуют кишечные колики, послабление, идет активное стуло, а некоторые чувствуют высыпание, аллергические проявления. Давайте разбираться, почему это происходит. Во всем виновата. Молочка, да, то самое молоко. Нужно просто понимать, что такое молоко. Молоко – это, первое, молочный белок – казеин, это молочный сахар – лактоза, и это молочный жир. Давайте вначале рассмотрим молочный белок казеин. Чтобы вы понимали, казеин бывает нескольких типов. Бывает молочный белок коровьего молока – это казеин А1. Почему говорю эту аббревиатуру? Потому что в хороших таких супермаркетах на молочной продукции прямо идет отметка, что это молоко А1. То есть это белок казеин коровьего молока. А есть казеин А2. Это из молока овец, козье молоко, грудное молоко. Так вот, белок казеин А1 коровьего молока – это провоспалительный белок. То есть попадая в наш организм, он превращается в воспалительный такой пептид казоморфин. И он в нашем организме поддерживает выделение медиаторов воспаления и выделение гистамина, то есть то, что дает аллергическую реакцию. И у очень многих людей есть аллергическая реакция на белок коровьего молока. Это, как правило, видно уже с детства. То есть когда детям вводят прикорм, грудное вскармливание уменьшается и начинают, допустим, молочные каши детям вводить на коровьем молоке. И вдруг наш ребенок покрывается коркой красной. Или появляется какой-то зудящий дерматит, высыпания какие-то появляются. Или появляются у ребенка какие-то проблемы с кишечником. Это аллергия на белок коровьего молока. Как выявить, действительно аллергия на этот продукт или нет? Мы можем сдать анализ крови в лаборатории на иммуноглобулин Е к белкам коровьего молока. И если этот анализ подтверждает, что да, действительно положительные эти иммуноглобулины, то это говорит о том, что у человека истинная аллергия на коровье молоко. И тогда мы уже по жизни стараемся не использовать этот продукт, потому что это аллерген. Организм на него вырабатывает антитела. И очень многие люди, кстати, они мучаются, слизь скапливается в глотке у людей, и они постоянно вынуждены ее откашлять. Или вдруг у людей какие-то аллергические риниты, ну, как на цветение растений, допустим, нос течет. Да, появляется... Окажется, да? Да, на молочные продукты. Или у людей, допустим, какой-то аллергический кашель появляется. Люди никогда не свяжут это с молоком, потому что у нас принято кофе пить с молоком. Утром, допустим, это молочные каши. Идем на прогулку, покупаем какой-то молочный коктейль. То есть у нас молочные продукты в обиходе всегда присутствуют. Но вы говорите, что это коровье молоко. Это только с ним так связано, либо же с любым тоже другим может быть? Нет, если люди употребляют, допустим, козье молоко, или употребляют там, ну, у нас нет этого, но в других регионах есть кобылье молоко, овечье молоко, аллергия не проявляется. Поэтому, допустим, вот в России в супермаркет, если вы зайдете, там четко продается молоко в бутылках, и написано А1. А1, люди, знающие в теме, они понимают, это козеин А1, это от коровы. То есть дает аллергическую реакцию, не берем. А на других бутылках молока написано А2. То есть люди понимают, что это как раз то молоко, которое они могут использовать. Допустим, это козье молоко. Поэтому по жизни, конечно, уже приоритетный выбор идет продуктов в пользу А2. Ну, вот вы сказали о том, что с детства, да, можно выявить, сразу у ребенка появляется сыпь, но если в детстве все было хорошо. В юности тоже все было хорошо, все пили молоко, и парно, и какое, только не хотите. А вот в возрасте уже там 25-30 плюс начали появляться вот дискомфорты в желудке, или в кишечнике, или в высыпании. Как связать, что это именно с молочкой? Да, это уже мы говорим о непереносимости молочного сахара. То есть то, что происходит у людей с возрастом. То есть нам нужно понимать, что молоко содержит молочный сахар, лактозу. Когда мы выпиваем молоко, наш кишечник начинает выделять фермент, который это молоко расщепляет. Фермент называется лактаза, может быть, слышали об этом. Так вот, фермент выделяет клетки кишечника. С возрастом, к сожалению, наши клетки кишечника, они повреждаются. Мы переносим, допустим, какую-то кишечную инфекцию, да, недолечили ее где-то как-то, и после перенесенной кишечной инфекции люди отмечают, перестал нормально переносить молоко. То есть раньше было все вроде более или менее спокойно. После перенесенного гриппа или кишечной инфекции, или очень часто лимблиоз люди подхватывают лямблии. Как правило, дети с песочницы, с детского сада приносят, или кошки являются источником лимблиоза. Лямблии, они как раз и поражают вот эти вот клетки кишечника. И у людей с возрастом возникает вдруг непереносимость молока. Когда выпьют и чувствуют вздутие, урчание, послабление, дискомфорт, это хорошо, если люди связывают это с молочными продуктами, понимают, что я выпил, допустим, утром кофе с молоком, и там во второй половине дня, к примеру, появляется вот эта симптоматика. А многие люди упорно стараются это не замечать. Ну, подумаешь, повздувало, ну, подумаешь, лишний раз там побежал в туалет. Это их, как правило, не напрягает. И уже ситуация усугубляется, когда возникает воспаление в кишечнике на фоне вот этого непереваривания молока. Вот это уже заставляет людей приходить и обращаться за медицинской помощью. Потому что если люди видят, чувствуют, что на молочную продукцию есть реакция, но не убирают эту молочную продукцию, кишечник рано или поздно воспаляется. И тогда уже, конечно, приходится обращаться к доктору. Как понять вообще, есть вот эта лактазная недостаточность или нет? Ну, во-первых, если это истинная лактазная недостаточность, она, как правило, проявляется с детства, а не с возрастом. То есть ребенку дают, к примеру, стакан молока, и сразу видят вот эти нежелательные реакции, и тогда уже родители понимают, у ребенка есть непереносимость, лучше ему не давать молоко. Всегда сдается один раз в жизни генетический тест. То есть у нас многие люди рождаются с генетической поломкой, не вырабатывается в их организме вот этот фермент, который переваривает молочный сахар. Поэтому если по генетическому тесту мы видим, что да, действительно поломка есть, то лучше, конечно, не использовать молочную продукцию. А если с возрастом это появляется, можно, конечно, никуда не бежать и не сдавать. Все анализы будут отрицательные, но нам организм кричит, подает сигнал ИСОС, обрати на меня внимание. Я не переношу эти продукты, поэтому лучше их убирать, то есть прислушиваться к себе и убирать. Плюс помнить о том, что с возрастом тоже кишечник не молодеет, кишечник тоже стареет. И фермент, который расщепляет вот этот молочный сахар, конечно же, тоже уменьшается. Поэтому и говорят, что детки хорошо переносят молоко и молочные продукты, а люди с возрастом уже тяжелее переносят эти продукты. Речь как раз идет о молочном сахаре. Но здесь стоит отметить только молочку, само молоко или же сыр, творог, тоже возможно такое. Да, смотрите. Чем тверже молочка, тем меньше в этой продукции молочного сахара. В молоке много молочного сахара. Дальше у нас идет кефир, потом идет йогурт, потом идет сметана, потом идет брынза, творог и твердые сыры, и сливочное масло. То есть чем тверже молочка, тем меньше молочного сахара, тем лучше люди будут переносить эти продукты. И если люди видят, что, допустим, латы выпили, есть вот этот дискомфорт в животе, то выпили, допустим, кефир или хороший йогурт, или айран выпили, и этого дискомфорта нет, значит, просто людям нужно убрать молоко в чистом виде, а больше, конечно, приоритетно использовать кисломолочные продукты. Либо же использовать молоко безлактозное, это помогает? Либо, да. Что такое безлактозное молоко? Либо это обычное молоко, в которое уже добавлен фермент, который расщепляет молочный сахар. То есть производители понимают, что в кишечнике этот фермент не вырабатывается, и они добавляют этот фермент в молоко, и люди прекрасным образом могут использовать безлактозное молоко для того, чтобы чувствовать себя комфортно. А что вы думаете по поводу соевого молока, дополнительных растительных, кокосового молока и так далее? Ну, это, конечно, для здоровья. Это более такое приоритетное молоко, потому что оно не содержит ни провоспалительного белка, козеина, плюс не содержит молочного сахара. Такие органолептические свойства, да, полностью идут молока. То есть мы пьем, допустим, кофе с кокосовым молоком, по вкусу абсолютно то же самое, что кофе с коровьим молоком. Но оно для здоровья намного лучше. Если у человека какой-то есть воспалительный процесс, какой-то хронический панкреатит, допустим, у человека есть, или какое-то хроническое воспаление в кишечнике, или суставы у человека, допустим, болят, то, как правило, использовать коровье молоко нужно по минимуму, потому что, опять-таки, поддерживает любой воспалительный процесс. Плюс что такое молоко? Молоко – это продукт с высоким инсулиновым индексом. То есть в ответ на употребление молока в нашем организме гормон поджелудочной железы взлетает очень высоко. Если в нашем организме инсулин всегда повышен, то помимо того, что вес будет набираться, будет поддерживаться любое воспаление, допустим, воспаление на коже, акны непроходящие там, или угри непроходящие, или там, допустим, будет воспаление в поджелудочной поддерживаться, то, конечно, приоритетнее выбирать, допустим, любое растительное молоко, или кокосовое, или миндальное, но приготовить важно самостоятельно. Кокосовое, допустим, можно, конечно, приобрести, у нас кокосов нет, мы самостоятельно приготовить не можем, а миндальное, или там, допустим, молоко из кешью, мы замачиваем эти орехи, наливаем воды, и просто взбиваем в чаши блендера орехи с водой, И у нас получают, может добавить, допустим, какие-то вкусовые, добавляют, как правило, солёную карамель, допустим, да, или какую-то вкусовую добавку, или ванилин какой-то добавляют, и получается очень вкусное и очень полезное молоко. Но вот если, к примеру, человек отказывается от молока, решает, вот всё, больше не буду пить молока, а что же с кальцием, где его брать? Принято же из молочных продуктов, из молока и так далее. Да, у нас действительно принято думать, что молоко или кисломолочные продукты содержат большое количество кальция. На самом деле это не так. Больше кальция содержится, допустим, в кунжуте или в консервированной сардине. Да, особенно когда мы эту сардину едим с вот этими мягкими косточками, вот там кальция намного больше. Ну, если сравнить, допустим, 780 грамм кальция содержится в столовой ложке 100 граммах кунжута, а в молоке содержится 150. То есть разница колоссальная. Но кунжут важно разжевать в такую вот кашицу и только потом, или перемолоть его, допустим, то есть не просто семечками посыпать там свои салаты. Поэтому в качестве источника кальция мы можем использовать другие продукты. Вот, спокойно, не опасаясь за то, что вот не будет проблем, да, или будет. После съемки теперь ложку кунжута. Да, сразу же. Я, между прочим, всем своим пациентам рекомендую столовую ложку кунжута съедать каждый день. Закрываем суточную потребность не только по кальцию, но и по цинку. Утром, вечером, днем, неважно. Без разницы. Ну, все, решили. Большое спасибо за беседу. Действительно, узнали много всего интересного. И рецепты сразу же себе записали, взяли на заметку. Отмечаем нашим телезрителям. Сегодня в гостях у нас была доктор и гастроэнтеролог Наталья Донсо. Вам удачи, увидимся. Хорошего дня. Настало время развиваться. Сейчас, Таня, ты будешь смотреть в мои честные глаза и искать, где... И развиваться. И развиваться. Так, ну что ж. Да, они будут излучать научные факты. А ты будешь... Глаза. Глаза будут излучать, да. А ты должна догадаться, где правда, а где ложь. Я смотрю в твои глаза. Где я тебя обманываю, а где я говорю правду. Ну давай-ка. Итак, нормальный цвет шерсти у белого медведя. Почему я не удивляюсь, друзья, ну... Белый. Правда, либо нет. Нормально. Кожа, получается. А. Пусть будет. Нет. Правда или нет? Нет. Это совершенно правильный ответ. Цвет кожи черный. Так. Да, это сделано для того... Сейчас здесь написано факт. Вот благодаря своему темному цвету он поглощает больше солнечного света, который нагревает тело животного. Вот. Продолжим про... Животных? Про животных, да. И про цвета. Давай. Какие вот нормальные, либо ненормальные. Нормальный цвет фламинго. Розовый. Нет. Нет? Ну, точнее, да, но бывает не только розовый. Какой? Ну, какой-нибудь еще. Какой? Ну, давайте узнаем. Окей, гугл. Ну, в общем, нормальный цвет фламинго розовый, правда, либо нет? Нет. Нет, и это правда, да. Ну, в смысле, миф. Да. На самом деле тускло-серый. На самом деле тускло-серый. Я просто путаюсь, когда ты говоришь, правда? Я говорю, да, это правда, но это миф. Хорошо, ну давай. В общем, да, это миф. На самом деле тускло-серый, но из-за их питания он окрашивается в красный, розовый и так далее. Вот так вот. Вот такие вот. Пойдем по искусству. Ну, не по искусству, вернее, а по писателям. Михаил Лермонтов ради забавы мог расстроить любую свадьбу. Вот такое хобби у человека. Было, да? Да. Не знаю, возможно. Заходил, знаешь, как у нас. Не дождалась. Я сижу там, пишу. Знаешь, это такой гость, который заходит на любую свадьбу и говорит, я со стороны жениха, я со стороны невесты. Не, ну такие гости не расстраивают свадьбу, просто его потом выпроваживают и все. А почему? Потом он спокойно сидит и дыхает уже со всеми. Ну, в общем, правда или нет, что... Да, пусть будет быр, правда. Да, конечно, да, правда, да. Как бы ужасно это не звучало, но да, Лермонтов неоднократно признавался чужой невесте в любви. Дарил подарки, клялся, что не может жить без нее, а потом пропадал. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, хочется сказать. И последний. А еще? Либо хватит тебе. Ну, давай последний. Знаешь, что такое симпл-димпл? Что-то очень знакомое симпл-димпл. Вот, симпл-димпл это много маленьких пузырьков одного размера, правда, либо нет. Это, блядь, игрушечки. Да, да, да. Вот это много маленьких пузырьков одного размера, правда, либо нет. Да, пусть будет, да. Это неправда. Симпл-димпл это обычно 2-6 пузырьков разных размеров, а много маленьких пузырьков одного размера это поп-ит. В общем, непопулярная ты, несовременная. Вообще непопулярная, оказывается. Я остановилась на том моменте, когда спидеры еще были, вот так мы их крутили. Ну, я тоже уже опоздал. Поп-ит и симпл-димпл были уже когда-то, год назад, а я уже... Мы не модные, мы не модные. Да, пропустил. Ну ладно, друзья, двигаемся мы далее, немного поулыбались, создавали много фактов. Давайте посмотрим хороший ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Пятничное утро завершается. Это значит то, что отправляемся в этот рабочий день, последний на этой неделе, и приближаем к себе выходные. Да, давайте посмотрим, какой прогноз на этот день. Север Республики днем плюс 11, плюс 13, ну а ночью мы видим плюс 1, плюс 3. Ну, холодно, хочется сказать. Холодно, да. Резко так похолодало, как будто непривычно для нас. Да, уже привыкли к обычным плюс 25. Таким комфортным для нас. Да, 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 тут на тебе раз и держите. Распишитесь. Рыбница такая же у нас погода. Дубосарх немного теплее днем до плюс 14, ну а ночью плюс 1, плюс 3. Да, перемещаемся на юг. Что там? У нас чуть теплее, еще на градус Бендера-Террасполь, Слободзея и Днестровск. Погода одинаковая. Днем плюс 13, плюс 15. Ночью плюс 2, плюс 4. Да. Ну что ж, после такой погоды всегда выйдет потом солнце и будет прекрасно. Ну, отметим, что на выходных, по последним прогнозам, мы видим дожди. Ну, это еще один повод остаться с первым Приднестровским и, конечно же, смотреться наши проекты, фильмы, передачи и шоу. Оставайтесь с нами. Ну, а мы для вас сегодня работали. Это Владислав Гресьев. И Татьяна Аврамогл, желаем вам хорошего дня. Пока. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok